добрый день всем подписчикам моего канала сегодня я хочу вам снять видео и показать работы моей мамы здесь есть одна моя работа вот в основном сейчас буду показывать работы моей мамы моя мама отшивает картины бисером крестиком она не умеет вышивать но и не хочет даже пытаться потому что у нее плохое зрение вот я очень понравилось вышивать бисером извините что бликует потому что здесь стекло они стекло антиблик поэтому с простое стекло вот вот эту работу это первая моя работа которую я вышила бисером и подарила своей маме на день рождения это было два года назад вот после этой картины моя мама загорелась тоже выше захотела вышивать бисером я показала ей как это делается и теперь она вышивает всем своим друзьям дарит подарки свои картины потому что в доме уже мест свободных нет честно говоря куда вешать картины вот это моя работа эту работу подарила моя тетя мы вместе на один день рождения мы подарили вот такие две работы они как бы дополняют одна другую вот после этих двух работ моя мама загорелась желанием вышивать бисером вот такие вот красивые работы это я покупала схему новая слобода на габардине сама подбирала бисер и вышивала вот эту работу вышила моя мама оформление всех этих трех работ рамочки заказывала в багетной мастерской а сами работы я уже говорила я натягиваю сама все выполняю сама только заказываю рамочку багетной мастерской чтобы не испортили мне работы как это уже случилось со мной вот примером является вот как эта схема марички она на атласе и вот когда я забирала с багетной мастерской вот здесь вот в одной из работ прямо вот выходили наружу скобы от степлером это было очень конечно мне обидно пришлось уменьшить раму размером вот такая вот работа бисер подбирали тот который предлагал торговая марка маричка вот это полностью подбор бисера по их предлог предложенным номерам вот такая вышла у нас картинка вот следующие выполненные работы моей мамой вот эта работа я подарила маме наборчик на день рождения от чаривной мыти на авторской конве схемка очень хорошего качества вот такая канва не знаю смогу и вам передать очень-очень на ней приятно вышивать она вообще нет проблем никаких с натяжкой потом этой работы очень мне понравилось как выглядит работа готовая вот рамочку опять-таки я заказывала вертозе очень красивая работа вышла вот эти тюльпаны тоже набор очень даже смешно сказать я его купила за 120 гривен в комплекте бисер бисер подобран очень-очень хорошо очень красиво сейчас попробую вам показать передать всю красоту вот смотрите очень красивые тюльпаны очень красивые тюльпаны рамочку эту я заказывала на петровке паспарту тоже на петровке заказывал в итоге получилась очень красивая работа вот эти ирисы уже покупала схемку схемка совсем недорогая 35 гривен отшивалась тоже бисер подбором бисера номера те которая предлагала черивна мыть вот такой получился красивый наборчик вот еще две работы вышивала тоже моя мама я дарю ей наборы или схемы снабжая бисером она с удовольствием вышивает один из них подсолнухи это набор вышитые картины я увидела на выставке хэнд мэй экспо отшитый набор мне он очень понравился он на выставке стоил 300 гривен на овце рукодельницы я в интернет-магазине заказала тогда со скидкой у них был этот наборчик за 230 гривен бисер подобран бесподобно подсолнухах настолько качественно идеально подобран бисер очень красиво получилось ткань на которой вышиваются подсолнухи авторская канва очень качественно на ней очень хорошо ложится бисер ничего нигде не тянет вот атлас когда на атласе вышиваешь или ткань бывает не очень качественно да вот здесь вот подтягивает все по тяжестью бисера сидут такие складки здесь все ровненько все красиво бисер ложится ровно-ровно смотрите как переливаются листья такие очень красивые подсолнухи рамку вот видите одна и та же рама да я заказала на петровке оставлю вам внизу под своим видео координаты если кому-то необходимо эта рамочка мне обошлась по моему 150 гривен вот на иисуса в 170 это недорого я считаю рама очень знаете тут наверно больше пяти сантиметров поэтому в любой другой багетной мастерской это рама бы мне стоило там за 300 гривен такой иисус это вышло по схеме барвиста вышиванка здесь в принципе я не меняла бисер все вышивалось по тем номерам миссера которая предлагал в производитель я поменяла по моему зелень на немножко вот и немножечко здесь ступеньки мне понравилось там сливались цвета и я поменяла один цвет а тоже бисер ложится хорошо видите не наезжает один на другу все как бы мне понравилось и очень довольна я тоже вышивала я вам покажу следующих видео свои работы на схемах барвиста вышиванка мне понравилось моей маме тоже понравилось вышивать на схемах барвиста вышиванка сама схема стоила 80 гривен вот еще три работы моей мамы вот самая самая первая работа это сирий букет это сирий знаете схема была она такая не очень в общем-то примечательно за 60 гривен я и купила на петровке для мамы чтобы она вот попробовала понравится ли ей знаете очень красиво получилось подобрали мы с ней бисер вот такая получилась красивая сочная яркая сирень вот эти лебеди это по схеме барвиста вышиванка у них еще есть лебеди в коричнево-бежевых белых тонах вот мама сейчас дошивает эту работу как оформит и я вам тоже покажу такие получились лебеди рамочки заказывала на петровке недорого на этих лебедей вот 100 гривен рамы здесь мне нравится что это рама она дает как бы эффект паспарту картина достаточно аккуратно смотрится это тоже вот одна из первых работ вот после сирени мама вышивала эту работу это мы купили схему для того что с нанесенным рисунком ткана канва или ткань я не помню матрёнин посад но решили вышивать не нитками а бисером канва номер 14 значит бисер подойдет ляжет нормально вот что получилось бисер здесь подобран скажем так совсем не идеально в общем что было ханту и пришли называется в принципе ничего мама довольна это первая одна из первых работ так что рамку заказывала в виртуозе рамочка 106 гривен такие красивые работы вшивает моя мама хочу вам еще показать две работы одна из них это подарок моей маме тетя подарила ее сестра моя тетя вот этот вот маяк это канва с нанесенным рисунком здесь не все вышивается вышивается нитками я вам попробую показать места которые вышиты нитками очень красиво смотрится работа здесь еще есть и элемент которые вышиты гладью здесь идут ниточки с люрексом вот такие вот блестящие имитируют брызги волн очень красиво получилось такой красивый маяк вот пальмочки смотрите здесь полукрест полукрест вот пальма гладью видите такая канва очень красивая получилась работа маяк вот тоже опять таки от торговой марки моричка схема когда моя мама увлеклась бисером в общем то было мало производителей схем не было в общем то многих производителей не было вот как раз только развивалась торговая марка моричка много ее схем отшитых и еще не отшитых я вам потом покажу похвастаюсь что у меня есть в закромах вот такой маяк вот такие две работы красивые салфетка бровыста вышиванка вот кружево мы купили и обшили салфеточку кружевом таким вот мама когда идет в церковь на пасху светить пасочку прикрывает корзинку вот этой салфеткой все женщины просто ее атакуют восторженно в восторге таки со всех сторон боже боже какая красивая салфетка а где вы взяли а где вы купили это вы сами сделали или мама такая довольная стоит ей так нравится куча комплиментов по поводу этой салфетки действительно салфетка очень красивая богатая главное вышита с любовью в этой салфетке есть душа смотрите очень красивая так что если кому-то захочется такую салфетку смотрите там много вариантов есть паровистой вышиванки очень много предлагают всяких салфеток вот с разными с разными рисуночками что кому нравится можете смело брать вышивать вот иконы которые вышла моя мама по схемам у торговой марки моричка очень красивые получились иконы мне очень они нравятся рамки заказала все одинаковые на петровке рама на одну икону мне стоила 100 гривен по-моему или 120 честно говоря не помню но это недорого наверное 100 потому что я заказывала это было уже полгода назад вот сейчас конечно наверное подорожали рамы сейчас наверное гривен 120 будет стоить у нее 130 эти рамы вот такие очень красивые иконы маме моей очень понравилось вышивать бисером вот сколько лет я вышиваю крестиком она как-то так спокойно к этому относилась нет ей конечно очень нравились мои работы но сама она никогда не просила у меня чтобы я ее научила а вот когда я ей подарила картину бисером вот тогда она как-то так заинтересовалась вот тетя моя вышивает бисером и я тетя у меня тоже вышивает и крестиком бисером вот как раз она меня лет 15 назад и заразила этой этим увлечением крестиками вот теперь я уже и маму заразила вышивкой правда бисером крестиком она как-то никак не хочет вышивать говорит у меня плохое зрение это надо быть очень внимательной вот здесь ей легко вышивать здесь не нужны схемы которые есть в наборах для вышивки крестиком она в этом упала говорит мне тяжело в этом разбираться а тут все легко взял схему на ткани все нарисовано бисер есть и вышиваешь вот это все работы которые я вам хотела показать которыми хотела похвастаться я очень горжусь за свою маму за ее работы очень они красивые у нее конечно больше работ было но мы уже пораздаривали мама дарит своим друзьям своим родственникам спасибо всем за внимание спасибо что досмотрели до конца мое видео до встречи на моем канале до свидания